Итак, друзья, ну что ж, я снова здесь, снова с вами. ТСЮА против Скиллматикс и Спортс. Счёт 0-0, идут ножи. Команды будут определять, кто же начнёт у нас в защите, кто же в атаке. Всё достаточно дефолтно, но вот Скиллматикс у нас опять показывают скилл владения с ножом. И берут ножички. Скорее всего начнут они... Нет, видите, решили они остаться почему-то за террористов, хотя на мираже на самом деле по статистике намного больше шансов у игроков дефенса, но одна из немногих команд, именно Скиллматикс, решила остаться в атаке. Ну, посмотрим, даст ли это свои плоды. Итак, счёт 0-0, Скиллматикс в атаке, Faith, UA в защите. Смотрим, что нам предложат обе команды. Дефенс у нас предлагает дефолт. Один на единице вдали, один ещё подлиже. Окно собирает инфу и два игрока на B-пленте. Ну, атака у нас подходит постепенно под A-плент. Один у нас новый хедфон будет на спине и, скорее всего, он будет запирать потом игроков в спину, когда у нас последует выход на... Ну, а атакующие, скорее всего, у нас просто похолодят по контролю с аркаду и, соответственно, сейчас будет прокид нужных дымов. При этом у нас новый хедфон ещё и машнит как-то на B, но при этом никаких разменов не делает. Просто кидает дым и всё. Ну, на самом деле, не совсем понятная логика. Хотя, ещё ничего там не сделаем, просто стягивает игроков защиты. Ну, тут не совсем у нас удачно играет команда FACE, потому что они просто стянулись на развод непонятно кого, но при этом делают неплохой у нас размен сразу на A-пленте. Подспевает у нас игрок даль на единицу. Но у хедфон вот у нас приходит и запирает. Просто про него забыла команда. Ну, на самом деле, сейчас я вам расскажу немного про этот раунд. Выскажу своё субъективное мнение. Но ситуация у нас один в один, тем временем. People против Double Trouble. 50 хп у последнего. People без дефузов. Тёпл ему всё тут проверять. Но не очень хорошую ситуацию загнался я Double Trouble. При этом People подбирает дефузы на единицы. И уже всё окей, у него дефуза бомба. Молочинка. Ну, во-первых, у нас кто там? А, no headphones. Просто кинул сюда смог, дал декой. Просто пострелял, никуда не вылазил. При этом стянулся человек с окна. При этом стянулся человек с единицы. Ну, не совсем удачная игра. И потом же все игроки защиты просто забыли у нас, да? Что тут был no headphone, что он тут машнил. И, соответственно, он, скорее всего, придёт отсюда. Но, тем не менее, это ему не помешало сделать два удачных минуса. И, no, а также Face UA берут считаться один в один. Смогли они справиться с этой атакой. Но в будущем, я думаю, таких ошибок они уже не допустят. Террористы у нас решают покупать по 250 и деглы, правда, без арморов. Скорее всего, задумка была навязать какой-то размен в центральной части карты. Не совсем у них это получается. Одного всего лишь забирает. И панчер остаётся красным. Бас у нас также красный. Ну, и вот тут у нас кавенс отдаётся на центре. Не попадает он с дегла. Ну, и последний бас. Будет пробовать забирать бомбу вначале, но потом что-то придубывать. Перестрелка с басом, но рис при этом скольтом его убивает. Счёт 2-0 и, скорее всего, это бай-раунд от игроков атаки. Да, решают они покупать. Деньги у них есть. По гранатам дымы, флешки и даже два декоя, купленные игроками. Атаки у диффенса все кольты с глушителями и фамас. Ну, и смотрим. Агрессивная игра сразу на мидле. Не боятся игроки атаки умереть от снайпера. Видимо, они прочитали игроков защиты и поняли, что снайпера у нас не будет. Вот такой вот прошив в никуда у нас показывает игрок защиты. Неотработанный поджим. Ой, прошив. Тем временем на А СЛР стоит близко на борту. Рис вдали. И сайберфокус возле такой позиции, как головы. Вот здесь вот она находится. Но тем временем у нас атакующая сторона перетягивается на бомб плент B. Два игрока. И остальные будут у нас пробовать проходить через зиг. При этом у нас умирает пипл. Два игрока атаки захолдились под B плентом. В коридорах. А, ребята, ноу-хэдфонс. Непонятно, что делали. Вроде они даже, возможно, повисли. Но теперь вот они проходят все-таки по зигу. Ну и такой у нас идет зажим точки B. Умирает у нас панчер. Первым у нас умирал пипл. Но тут не ставится бомба. Да, вот тут уже ставится. Ставит бомбу у нас ноу-хэдфонс. Ну и ситуация 5 в 3. Крайне тяжело будет игрокам защиты что-либо сделать. Но я надеюсь, что у них это получится. Сразу же хэшкой минус. Но решают они все-таки сохранить девайсы. По экономике у них не все так хорошо. А выбить точку B крайне тяжело. Поэтому, поэтому счет 2-1 становится. Счет 2-1. Сайберфокус при этом еще и минусует двоих террористов, которые его искали. Очень важные два отстрела. Он рушит экономику атакующей стороне. Соответственно, улучшает себе. Мог он дать дроп даже кому-то, но он не понадобился. В 5 кольтов у нас играет защита. Не совсем оптимальный вид диффенса. Так как абсолютно они не могут сделать энтри фраги. Но сайберфокусу это не мешает. Отличный фраг от него. Он делает сразу же с кольта минус на главке. И дальше играет достаточно агрессивно. Просматривает часть мидла. Играет в окне. Ну и тут будет делать, скорее всего, выпад на тайминг. При этом остальные игроки диффенса у нас играют в зиге. Кидается флешка и панчер выходит отстреливать мидл. Слышит его Кавин, который играет снизу. Ну и будут пытаться что-либо сделать игроки двух команд на мидле. Потому как основная игра идет именно за эту точку. Сайберфокус второй минус делает этот парень. Пипл у нас минусует в зигзаге игрока атаки. Ну и как-то у нас атакующие просто разбрелись по карте. И, соответственно, ничего у них не получается. При этом фейскрек у нас по идее пришел с точки Б уже. Вряд ли его будет ожидать. Просто забыла защита об этой точке. Делает он минус один. Минус два. Но слишком много у нас игроков защиты. И Сайберфокус третий фраг в этом раунде. Счет 3-1. По экономике у террористов все очень плохо. Это слив от Скилл Матикс. Слив от команды Скилл Матикс. Счет 3-1. Дабл Трабл у нас только позволил себе такую рожкость, как пистолет по 250. Стоят они под Бэплентом. Тут положили дым. Но команда решает действовать, когда дым проходит. Не совсем удачно у нас играет Пипл. Не хватает у него патронов. Убивает он двоих. И размен отличный от команды Скилл Матикс. Теперь они 3-2. У них есть девайсы. И все шансы взять этот раунд. Фейс Крэк при этом делает еще один минус. Заходит в спину. Очень удачный заход от Фейс Крэка. А это еще и фейк. Фейк от команды Скилл Матикс. Часть игроков выходила на Бэплент. А по-моему Фейс Крэк 1 выходил или с товарищем на Аплент. Ну и просто невероятная эко от ребят. Еще 3-2. При этом по деньгам все теперь уже очень плохо у команды Фейс. По пингу, кстати. Видимо, ребята играют на русском сервере. Так как у Скилл Матикс пинг 10-15. У Новых Хедфоунс 20. Но в Фейс 40, 60 и 80. Но в CS GO пинг не так сильно решает. Поэтому это терпимо. Отличный смок в окно. Смок в перемычку. Ничего не видит у нас Сайберфокус. Он, по-моему, играет роль снайпера. Или просто играл снайпера. Нет, это эко-раунд с двумя магами. Смотрим, где у нас играет Пипл. Пипл у нас на неплохой позиции. Возможно, ему удастся убрать одного террориста. Он делает этот фраг. Сразу его разменивают. Где у нас играет СРЛР? СРЛ у нас играет в окне. Не получается у него никого убить из мага. И он только зря потратил свои 900 долларов. Ой, это не 900 долларов. Маг стоит дороже значительно. По-моему, маг стоит 1800 или 1700. А за убийство дает 900. Поэтому, чтобы окупить это оружие, нужно сделать хотя бы один минус, чтобы убить чей-то девайс. Соответственно, заставить террористов потратиться на 4-5 тысячи дополнительных. Ну и себе добавить в копилку 900 американских долларов. Ну что ж, друзья. Счет 3-3. Отличная игра от Скиллматикс. Хорошая эко. Не зря, видимо, они выбирали атакующую сторону. Полный бай у Диффенса. Сайбер Фокус играет с АВП. Посмотрим, где он захочет сделать свой антрифраг. Захочется он его сделать опять на медле. Кидает он дым. Флешку. И в полете решает он стрелять с АВП. Не получается у нас делать фраг. В окне у нас дым. Ну и не получается сделать конкретно у него первый минус. При этом остальные игроки у нас проходят по Зигу. Панчер неплохо зажимает, но не получается его не убивать. Но у Хэдфоунс, какая игра от этого парня. Ну и террористы занимают опять Б-Плэнд. Занимают они Б-Плэнд твой. Тяжко, тяжко придется игрокам защиты. Фейс, фейс, крэк минус один. Размен, Сайбер Шот. Сайбер Фокус. Отличный шот от Сайбер Фокуса. Ну и ситуация один, два. Поломилась, поломилась атакующая сторона. На самом деле нужно играть в таких ситуациях более дефолтно, более стандарта. Не вылазить ни на кого и пытаться отстрелить игроков защиты. Потому что именно они должны предпринимать какие-либо действия, чтобы отбить Б-Плэнд. Но не тут-то было. Сайбер Фокус уже занимает достаточно хорошую для себя выгодную позицию. Но промахивается этот игрок. И Кавен как-то играет совсем уж. Совсем уж не очень. И его убивают. Ну, когда на самом деле промахивался уже вот тут вот наш Сайбер Фокус. Как-то Кавен очень пассивно уже зашел в эту точку. На самом деле нужно было разворачиваться и убивать у нас Сайбер Фокуса. Ну и разыгрывать ситуацию уже более уверенно. Тем временем у меня небольшие лаги. Все хорошо. Я отвис. Итак, дорогие друзья. Счет 4-3. Смотрим, что будет дальше. А дальше у нас пока что Смакина в яму. От Диффенса. Первый фраг от Сайбер Фокуса. Второй фраг от Сайбер Фокуса. Панчер делает свой минус. На Зигзаге. Где же у нас поубивался Сайбер Фокус? По-моему, это было на коврах и в яме. Отходит он на Бэп Лэнд. Ну и там все кладутся в коврах. Немножко не досмотрел этот раунд. Простите меня. Счет 5-3. Фейт ЮА. Впереди. Очень крутой, крутой. А, вот видите. На сервер жалуются у нас. Игроки команды. Видимо, тоже у них идут какие-то зависания-провисания. Сайбер Фокус играет в окне. Просматривает главку. Атакующая сторона у нас разбралась по карте. Ноу Хэдфонс контролирует Аркаду с Бэковин. Оттягивается она. Но тут, скорее всего, готовился какой-то прокид. Но умирает дым. Игрок у нас. Ноу Хэдфонс. Теперь он не будет никого забирать. Намного легче становится игра у нас для игроков защиты. Ну и будет у нас просто выход под какие-то гранаты. При этом это Эко с пистолетами и Диглом. Хорошая игра от Риза. Отлично он принимает ямы. Ну и последний игрок у нас выходит с ковров. Ну и куда же ты лезешь, Риза, так уверенно. Повезло, повезло сейчас Ризу. В дым он так выходил. И должен был выбирать фейскрэк. Но у него тоже не было патронов. И дают ему выжить. Итак, товарищи. Счет 6-3. Счет 6-3. Отличная игра от ТСЮА. Пока что они опять взяли инициативу в свои руки. Сайберфокус промахивается вместе с басом на центре. Панчер кидает хорошую ХЕ за ящик. Ну и немножко теперь пассивно им нужно будет сыграть. Так как, видимо, игроки атаки кидают смоки. Но нет, они решают сыграть под флешку. Агрессивная игра в Зиге. При этом Риз у нас убивает игрока атаки. Сайберфокус делает минус в окне. И ситуация 3-4. 3-4. Где же у нас сыграет Сайберфокус? Сайберфокус у нас сыграет в окне. Проверяет мидл. Понимает, что никого нет. Соответственно, это или Б через коридоры, или А через яму. При этом Пипл уже дает инфу, что это явно не Б. Но и тут нужно готовиться СЛР. Уже понимает, что это команда Фейв. И посмотрим, как сыграет этот основной боец. Тем временем, вся команда у нас скиллматикс в количестве двух игроков проходит по коврам. Кидает он на тайминг хаешку в яму. Думаешь, там будет кто-то. Но тут Сайберфокус уже на готове. И ковры, скорее всего, будет очень тяжко выйти. Но СЛР будет играть агрессивно. Промахивается Фейскрек. Убивает Сайберфокуса при этом. Понимает, где стоит ожидать у нас игрока СЛР. Но он его немножко перехитрил. Занял текстурой справа. И убивает он последнего игрока. Счет 7-3. 7-3. Фейс ЮА впереди. По деньгам у нас все очень плохо и печально у Скиллматикс. Сумели Фейсы переломить ход игры. Отличная экономика у этих ребят. По фрагам у нас Сайберфокус безоговорочный лидер на этой карте. 15 у него их. А за атаку лучший Фейскрек. Ну, Сайберфокус играет очень круто на самом деле. Он делает энтри фраги постоянно. Причем ему для этого не обязательно нужна ВП. Ну, а тут у нас идет тем временем атака на А. Никто не слепит СЛР. А он решает просто спускается вниз. И вот так вот неожиданно для самого себя делает минус 4. На самом деле, непонятно мне, зачем он с этой позиции слазил. Его никто не ослепил. И ему все равно удается сделать свои фраги. Ну, круто, круто. Хорошая стрельба от СЛРа. Но действия не совсем однозначные. Хотя, именно, возможно, они привели к такому успеху в этом раунде. Счет 8-3. Фейс ЮА впереди. Ну, и тут у нас теперь опять война на мидле между Сайберфокусом и Басом. Но, тем не менее, Сайберфокус просто оставляет Баса в покое. Делает минус No Headphones, который кидал дым в перемычку. Не совсем удачная позиция для этого дыма. Видите, есть шанс забрать атакующего в голову. Ну, и теперь захолдились обе команды. Никаких действий они не предпринимают. Рис у нас играет с перемычкой. СЛР близко под коврами. Ну, а Сайберфокус подходит в окно. Тем временем у нас 2 игрока под Б, 2 на центре. Делает Бас. Нужный очень важный минус. Сайберфокуса убирает. Панчер уходит из Зига. Навязывает размен. Ну, и тут уже 2 в 3. Не решаются команды подходить на Б плент. Понимает это Пипл. Начинает поджимать. Скиллматик с этим временем полностью перетягивается на плента. Пойдут ли они вдвоем с ковров или теперь один ям, один ковры. Решают все-таки пойти один ям, один ковры. Ну, а тут Пипл уже поджимает. Дает инфу, что это явно не Б плент. Нужно собраться теперь СЛРу, который, правда, не совсем читает соперника и стоит под перемычкой. Вот он только сейчас разворачивается. Но как раз успевает он неплохо сориентироваться. Какой тайминг пропускает он щель? Ослеп. Дымом промахивается игрок атаки. Видимо, планировал он кинуть его на голову. При этом уже игрок с ковров сместился на плент. Ну, и тут Пипл уже зашел в спину. Убивает дабл трабла. И ситуация 1 в 3. Отличный фраг от Каванза. От Кевина. Каванза. Но не удается ему убивать оставшихся игроков защиты. Счет 8. 9-3. 9-3, пардон. По экономике у игроков атаки деньги есть. Решают они скупаться, хотя их было и немного. У Баса сначала покупает гранаты и пистолет решает. То есть нужно делать ставку на гранаты. И, соответственно, скорее всего это раскид на А. Раскид на А, да. Игроки атаки сразу в четвером подходят под яму. Но у Headphones у нас 1. Находится под коврами. Ну и, соответственно, посмотрим на эту раскидочку. На эту раскидочку. С такой вот позиции. Как у нас лягут дымы-то? Смог на единицу, смог на головы. Флешки на близь. Сразу идет размена ТСЛРа. Выходят у нас террористы. Разменивает ТСЛРа в коврах. Пропушил. Пропушили террористы у нас полностью плента. На самом деле уже контрам после размены ТСЛРа не стоило залазить. Но они делают отличные фраги с гранат. Ну и тут ситуация 1-2. Панчер. Панчер убивает у нас последнего игрока. А так, и счет 10-3. Не удается. Не удается игрокам скиллматик что-либо сделать. Так, у меня немножко подлагивает опять сервер. Хорошо, что лаги случаются с сервером именно в конце раунда. Это огромный плюс для обеих команд. Они не испытывают этих лагов во время перестрелок. Ну а тут счет 10-3. 10-3. Фейс ЮА против скиллматик. Сайбер фокус у нас в окне. Дым ему не кидаю. Дыма попросту нету у нас. Промахивается. Промахивается у нас сайбер фокус. И теперь все шансы у типов защиты атаки по нему попасть. Но он просто уходит. Дают ему это сделать. Но при этом мидл у нас занимает атака. Атака. И теперь будет тяжело уже достаточно играть у нас ребятам в защите. Ай-яй-яй, панчер чуть не отхватил. Чуть не отхватил от игрока атаки. Фейс Крэк делает минус пипл на Б. Будет пробовать сам прорвать у нас точку Б. Ее тут смотрит у нас игрок защиты панчер. Фейс Крэк его убивает. Ну и тут занимается полностью боплент Б. Очень важный раунд, если его возьмет атака все-таки. Играет агрессивно. Фейс Крэк минус 2, минус 4 в этом раунде уже. И это Эйс от Фейс Крэка. Возможно не такой красочный, но зато очень важный для команды Скилл Матикс. Первым делом он убивает товарища Пипла. Вот здесь вот падает. Убивает панчера. Ну а дальше уже действует через отросток. И под свою флешку врывается. И делает минус 3. Но первые пули у него явно летели в голову. Добивал он конечно соперника уже по телу. Отличная игра от Фейс Крэка. Очень важный раунд для Скилл Матикс. Так, простите меня. Я тут устраиваюсь поудобнее немного. Сайберфокус. Ух-ху-ху. Панчеры Пипл просто отлетают. Сайберфокус отлетает. Ситуация 2 в 5. Как очень быстро и молниеносно Скилл Матикс сделать свои важные минусы. Промахиваются у нас игроки защиты. Ну и тут на самом деле им не особо нужно спешить. Хотя Бомб Плэнт Б у нас занят опять Фейс Крэком. Хотя все равно на их месте я бы не так сильно спешил. Так как очень растянута эта команда. Но вот тут очень важно сыграть Фейс Крэку аккуратно. Он занял Бомб Плэнт. Бомба стоит. Получает хорошую очень хаешку. Промахивается ВП на Зиге. И Фейс Крэк его убивает. Ну и Кевин. Кевин, Кевин. Очень важный последний фраг. Счет 10-5. 10-5. Я думаю пауз. Пауз уже тут не будет. Ну и все зависит конечно от пистолетов. Итак, товарищи. Товарищи, товарищи, товарищи. Очередная у нас пауза. Ставится. Очередная ставится пауза. Но очень быстро она отжимается на самом деле. По-моему это игра. Да. Это игра. Очень важный пистолетный раунд для Скилл Матикс. Нужно им брать эти пистолеты. Бомба у нас идет под А. Скорее всего это Фейк. Два игрока атаки у нас под Б. Ну и соответственно они будут пробовать рвать. Рвать и метать у нас вдвоем полностью план Б. На Б у нас укрепление. Поэтому очень быстро они могут умереть. Сыграть им нужно крайне аккуратно. Посмотрим получится ли у них это. Кидают они какой-то важный дым. И сразу... Нет, они не выходят. Очень грамотное решение. В данной ситуации ловят при этом игрока защиты. Ну и тут выход на А. Посмотрим как у нас сыграет на Апленте. Аплент у нас отдали. И раунд скорее всего для команды Фейд. Ну... Очень грамотное решение. Конечно же не знали что они под Б укрепление. Но в этой ситуации все именно сложилось тютелька в тютельку. Они отходят и делают минус игрока защиты в подвале. Но тут ситуация на самом деле пока еще не совсем понятная. Так как игроки атаки сводят это 2-2-2. Но с диффузами у нас явная напряженка. Фейскрек без диффузов. Будет пробовать просто убивать игроков атаки. Но СЛР делает свой минус. Отличная игра от Фейс ЮА. Счет 1-0. Первая сторона закончилась счетом 10-5 со стороны Фейс. Ну и тут скиллматиксом нужно брать конечно же эко-раунд. Потому что если они сведут все к 3-0. То раундов на ошибку практически не будет. 1-0. Фейс ЮА против скиллматикс во второй половине второй карты. Очень важный раунд для ребят из скиллматикс. Скорее всего они будут пробовать брать атака. Цепляться за него. Да они купили пистолеты. П-250. Ди голубаса. Вот такая вот засада. Ковраг 2-дшечка. Неплохая. Но при этом ничего не выдумывает у нас команда Фейс. Выходит аккуратно и синхронно главное. Что на стрельбу. Прокидывают дым. Они на хелпу. Кидают дым на единицу вдаль. Видят СЛР баса. Просто его убивает спину. Мог резать. Ну и ситуация у нас. 1-5. Дабл трабл. Посмотрим сможет ли у него что-либо получиться. Дабл трабл. 1-5. Ну он будет просто отстреливать уже. Потому что девайс как-никак так же не помешает на следующий. Слышал того кто упал в окно. Будет пробовать проходить на плент. Нет. Решает все таки что он взорвется. Хотя на самом деле мог постараться уже просто залезть на голову. И просто сделать размен не сейвя никакой девайс. Но он решил просто засейвить P250. Не совсем удачное решение для этого игрока. Так как за взрыв бомбы дается дополнительно по 250 долларов каждому игроку команды. Соответственно он и не выбил никакого девайса. И отдал и дополнительные деньги сопернику. 2-0. Фейс впереди. Засада опять на точке А. В виде четверых игроков. Трое под ямой. Один на головах. Тут у нас готовится просто какой-то раскид. При этом один игрок атаки у нас входит под B и ползает. Ну а тут скорее всего под раскид. Просто под слэш. Отличный тайминг. Ловят кантера. Отличный тайминг. Но не попадают они. Ох ребята. Ребята. Вам бы чуть-чуть получше стрелять. И скорее всего убили бы всех. А не игроков. Защиту. Ах ай-яй-яй-яй-яй-яй. И тут в этой ситуации Кевин мог. Мог навязать себе положительный размен. Да еще и выжить. Взять девайс. Но не тут-то было. Счет 3-0. Фейс ЮА берут этот раунд. И так. 3-0-3-0. Напоминаю что. Первая сторона закончилась еще там. Со счетом 10-5. Фейс ЮА выиграли в защите. Теперь стараются взять. Нужные 6 раундов за атаку. Пока что не мудрят. Отправили одного Ридзо под B. Дефенс у нас. Также достаточно дефолтный бас в окне. Ну а игроки играют близко под ямой. Команда атаки готовит раскидку на А. Подходит СЛР в коврах. При этом кидается флешка на А. Но Ноу Хэдфоунс решил под нее поджимать. И поплатился за это. При этом отличные дымы от Хелпы на голову. Террористы выходят на А. Ну и тут конечно в такой раскидке шансов практически нет. Еще и не ожидает. Дэбл Трэбл так близко увидеть Панчера. Рис делает минус 1 под Б. Он был запирающим. Ну и тут конечно все очень плохо. Рис вообще у нас уже прошел. Я так понимаю с Б плента. И убил игрока защиты который перетягивался. С Б как раз. Около библиотеки на Контровском Респе. Счет 4-0. Экор не решается. Все таки команда Skillmatics делать полное эко. Два игрока защиты почему-то покупают девайсы. И будут играть вот так вот в два девайса. Тем не менее деньги у них чуть-чуть остается. Там у кого-то 2 700, 1100, 2200. И в следующем раунде мы все равно увидим девайсы у троих игроков защиты. Кидают флешку они в ковры. Под эту флешку у нас срывается Фейскрэк. Проверяет ковры. Но остальная упорная сила атаки у нас подходит уже под Б. Фейскрэк дает инфу. Что тут никого нету. Соответственно игрок команды Double Trouble должен сыграть крайне аккуратно. Отворачивается он от флешек. Его никто не сверяет почему-то. Отличный зажим от Double Trouble. Минус 3. Минус 3. Отличная игра. Но все равно террористы у нас навязывают размен. Занимается точка. Сайбер фокус должен сыграть максимально четко. И он промахивается в такой ситуации. Он промахивается. Отдает себя в первую очередь. Ну и такую хорошую позицию. СЛР 2 в 1. Боба у нас возле Фореста. Не знает у нас No Head Force где искать СЛРа. Смотрел он абсолютно не в ту точку. Бомба забирается. И игрок команды Фейс проходит библиотеку. Ну а дальше отходит у нас на Контровский Ред. Закидывает дым очень четкий. Этот дым возможно в расплывании Фейскрека. Нет. Но он пошел дальше в этот дым. Хотя на месте СЛРа я бы немножко подконтролил этот дым. Потому что мы видим как сыграл Фейскрек. Отличный хэдшот. Отличный хэдшот. И но бомба у нас стояла. Деньги у защиты есть. Их причем очень много. Итак. Счет у нас 11... Ой, 11. 1-4 во второй стороне. Первый у нас закончили 10-5. Фейсы. Теперь... Теперь у нас... Все зависит от команды Скилл Матикс. Потому что невероятно тяжелый раунд они взяли уже. Сайбер Фокус делает минус Бас. На Медле. Бас у нас по-моему играл с АВП. Хотя я этого не заметил. Ноу Хэдфоунс у нас делает минус. И... Ситуация 4-4. Разблелась вся команда атаки по карте. Риза у нас отличный фраг в окно. Дабл Трабл мог его забирать. Ну а теперь... Ситуация 4-3. И... Ноу Хэдфоунс делает минус на Зиге. Отличный фраг на борту. Ну и остается у нас один Риз. Перемычки. Про него нету никакой инфы пока что. И Риз умирает. Ой, извините. У нас еще и Сайбер Фокус оставался. Абсолютно не заметил я этого игрока. Сайбер Фокус уходит просто яма. Там его сразу видит человек под бортом. Ну и Фейскрэк забирает у нас Сайбер Фокуса. Счет 4-2. Ну... Какая-то невнятная игра от Риза в этом раунде. При этом Сайбер Фокус у нас сделал первый фраг. Но остальная команда решила просто халатно отнестись к данной ситуации. И разбрелась по карте. За что Скиллматикс наказала команду Фейс. Сайбер Фокус. Опять первый фраг. Опять первый фраг. Опять его пропускаю. При этом остальная команда выходит сразу в яму. А, это был просто фраг из ямы. Да, сыгранный. Извините, пожалуйста. СЛР у нас падает с ковров. Делает размен. Два... Три террориста остается против троих игроков защиты. Нужно занять им прежде всего Плэнт А. Но не так легко это сделать. Потому что смоков нету. Не совсем удачная игра от СЛРа. Ну и Панчер остается один-два. Бомба у нас на Апленте. Пока что он будет думать, как сыграть в этом раунде. Потому что не так уж и легко будет подбирать эту бомбу. Знает про нее игроки защиты. Полностью видит дабл-трабл. Ну и тут Кевин заходит в спину. Видел он, скорее всего, Панчера. И начинается преследование. Начинается преследование. Должен понимать, он куда пойдет Панчер. Слышит он его, ну и стреляет в спину. Не попадает. Все. Есть фраг. 4-3. Фейс ЮА впереди, но... Потихонечку-потихонечку Скиллматик начинает переламывать эту игру. Переламывается. Игра строится переломами, как говорил когда-то Зевс. Игра строится переломами. Ну, а Фейс ЮА у нас тем временем делают тег-а-раунд. Две флешки покупает СЛР. Где он их потратит? Где он их потратит? На Б он их потратит. Вся команда Фейт подходит под Б-плэн через коридоры. Получает неплохую хэшку Панчер. Кидает за эти флешки. Не знает он, куда же их засунуть. Наконец-то одно отпускает. Но, видимо, до второй тела явно не дойдет. В руках у него еще по-прежнему одна флешка. Остается... Падает он под машину. Получает отличный хэдшот. Целился он немножко не потому. Но Бас у нас отхватывает этот хэд. Пытается его резать. Такой ситуации дэбл-трабл. Ну и тут зря на самом деле. Видимо, забыл полностью фейт, что у него есть еще одна флешка. Сейчас бы он мог ее загибнуть на Фореста. Но в итоге он просто умирает. Ситуация 1 в 3 была. 4-4 счет. Отличные 3 минуса от... Дабл-трабла. Дабла-трабла. Так. А что сайбер-фокус, если кибер-фокус? Ну, вообще-то, если читать по-английски, то это сайбер. Это сайбер, да. Сайбер. Как сайбер-файт. Сайбер-байбер. Сайбер-байбер. Знаете, есть такой Джастин-байбер. А это сайбер-байбер. Так вот. В итоге, что у нас принимает... Какое решение принимает фейт? Фейт у нас просто выходит на... Делается раскид на голову. Правда, дыма на голову... Дыма на хелпу и дыма на единицу у нас нету. Размен в итоге 2 в 2. 3 в 3. И ситуация остается 2 в 2. Рис топит смог. Бомба стоит. Ну и тут дела не так уж и хороши. У скилл Матикса. Ой-ой-ой, как далеко находится Кевин. Ему надо бежать и бежать. Видимо, Кевин сразу же жал у нас с точки B. Однако, сразу же у нас последовал выход от команды фейт. Ну и тут, конечно, Кевин делает свой минус. Но бомба стоит. Очень сильно пикает. Все зависит от минуса. Сможет ли сыграть агрессивно у нас сайбер-фокус. Но он не играет агрессивно. Пропускает человека на плент. И чудом, чудом команда скилл Матикс берет этот раунд. Очень невнятная игра от сайбер-фокуса в этом раунде. Три раунд за скилл Матикса и спортс. Так, стример, сходи к лоба. Стример, сходи к логопеду и подучи английский. Ну, возможно, ты прав. К логопеду я вот завтра собираюсь. Шучу, конечно. На самом деле, я очень быстро просто говорю в некоторых ситуациях. Поэтому не всегда у меня получается четко выговаривать. Разные фразы. Но с английским я пока что не знаю, что тебе именно не понравилось. Тем временем, выход у нас команды фейт. Просто на стрельбу они выходят ямой. При этом один игрок раскинул голову, ковры раскинули халку. Ну и не совсем удачная игра от команды скилл Матикс. И это ситуация 1-4. Кевинс остается против четверых игроков атаки. И раунд проигран счет 5-5. Счет 5-5. Напряженная ситуация. Не совсем у нас хватает денег команде скилл Матикс. Покупает он маг. П-250, кольц армором и два фамаса. По гранатам также все не очень сладко. Три игрока защиты с полным набором. Ну а двое у нас ни с чем. Не спешит в этот раз. Не спешит у нас команда фейт ЮА. Скорее всего готовят они какой-то фейковый раунд. Сайберфокус подтягивается на точку А ближе к яме. Тут его ждет игрок команды фейт Пипл. Ну и скорее всего они начнут закидывать точку А. Положат дым на голову и дым на хелпу. Пипл у нас просто кладет дым на хелпу. И смог на единицу. Тем временем остальные у нас поспешили немножко выходить до размены игроков на А. Спалил их игрок защиты. Сайберфокус разменивается на А. Но остальные выходят просто на Б. Ну и тут на самом деле может не все удачно сложится для игроков атаки. Но они выходят и делают свой очень важный минус. Ситуация 4 в 3. При этом Б плэн занят. СЛР еще один минус. Ну и тут все зависит от фейскрека и Кевинза, которые заходят оба в библиотеку. При этом один игрок атаки у нас уже находится в библиотеке и играет в дым. Ну и тут он на радаре видит Кевинза, прошивает дым. Не попадает панчер. Ну и тут уже все-таки заканчивает свое дело. Счет 6-5, пишется ГГ. Ну и все, дорогие друзья.